Растительные масла 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 оно у меня всегда дома есть, как и подсолнечное, без него никак, всегда его добавляю. Уже более такие масла, которые не часто встречаются, это будет масло тыквенных семечек, видите, здесь маленькая бутылочка, она очень темная и имеет привкус такой очень приятный, мне лично этот привкус очень нравится, не что напоминающее такое, наверное, масло орехов, что-то вот ореховое есть, очень вкусное, но его надо совсем мало, поэтому, конечно же, я, допустим, могу смешать оливковое масло, чуть этого или подсолнечного, оно, то есть, его надо пробовать, тоже очень полезное и обладает теми свойствами, которые не обладают тем маслом, и я, как говорю, я постоянно либо их мешаю, либо сначала сегодня одно масло авокадо, которое у меня, кстати, уже заканчивается, ну вот, я, как говорю, каждый раз покупаю и меня всякие масла. Сейчас пойдет тема о уксусах. Я думаю, что для салатов это просто незаменимый ингредиент, и салат я ем каждый день, просто для информации, поэтому, конечно же, у меня присутствует всегда дома уксус. И уксус каждый раз можно покупать тоже разный. То, что я использую, это ореховый уксус, и мне очень нравится вот эта ореховая нотка, то есть, это для салатов просто супер. Есть также с запахом, при вкусом малины. Не подумайте, что это какой-то химический, но, конечно же, лучше всего посмотреть то, что вы покупаете, но здесь, как правило, не продают химических уксусов. Это натуральное, действительно, на малине. Потом есть, ну, яблочный уксус, я думаю, уже всем известен. Бальзамический уксус, это тоже незаменимый уксус в моем доме, поэтому у меня, например, есть совсем такой мини-мини, потому что он концентрированный, это обычно такие довольно дорогие уксусы мне его подарили. Также, что у меня всегда дома присутствует, это такой бальзамический уксус, который уже более такой густой консистенции. Он очень красиво смотрится на блюдах, именно как декоративный, но также очень вкусный. Его надо совсем чуть-чуть, но я его использую практически каждый день, и он тоже существует с разными привкусами. Например, у меня здесь струфеллюм. Я все-таки предпочитаю, допустим, итальянскую или французскую кухню, потому что она более легкая и как-то вот так сложилось, да. Вот, ну что, и еще, наверное, расскажу о продуктах, которые я выбираю, допустим, для ежедневного мини. Надо сказать, что я пытаюсь какой-нибудь вот такой вот рацион сделать, где присутствуют всевозможные продукты, которые являются также антираковыми. Понятное дело, я вам показала растительные масла, и они очень полезные. Также это, допустим, брокколи. Ну и томаты, это, наверное, единственный продукт, который после варки более полезный, чем в сыром виде, так как лейкопина становится больше, это именно антираковое вещество. И да, я очень много чего готовлю в томатном соусе. Да, я очень люблю приправы, потому что они сотны для того, чтобы улучшить вкус. То есть из какого-то обыкновенного блюда, если вы добавите чего-то того, чуть-чуть того, все это смешаете, вдруг получается такое ароматное блюдо, то, что думаешь, неужели это именно это. Все приправы также очень полезны для здоровья, то есть они тоже чистят сосуды. Очень многие, допустим, хороши для иммунной системы. Даже тот лавровый лист, который мы так часто используем, я не знаю, как только я что-то варю, я везде добавляю лавровый лист. Он очень полезен для здоровья тоже. И для иммунной системы он имеет всякие микроэлементы. Давайте я вам, наверное, расскажу, как я вообще все делаю. У меня есть, я очень люблю именно свежомолотый, потому что тогда именно все вот эти вот масла, они вот только-только сжались и отдают максимум вам душистости, максимум вкуса. И я делаю себе сборы. Вот некоторые говорят сборы трав, у меня сборы всевозможных пряностей. Здесь у меня лимонные листья, так, потом кардамон зеленый. Есть также черный, я предпочитаю зеленый. Если кто не знает, как выглядит кардамон, я специально его здесь, вот он, на ладошку высыпаю. А, я вам честно говорю, я от этого запаха просто балдею. И с кардамоном также можно заваривать чай. Когда вы завариваете чай, я думаю, что зеленым лучше, но можно и в черный добавить. Вы раздавливаете кусочки, парочку, и сразу завариваете вместе с чаем. Что же у меня здесь еще есть? У меня здесь гвоздика, и у меня здесь анисовая звездочка. Вот такая вот приправа. Она довольна именно потому, что там присутствует и анис, и гвоздика. Более для таких блюд, которые действительно хотят характера. Им нужен характер, и он здесь есть. Для более нежных, для салатов, для белых соусов каких-то, для чего-то вот такого совсем легкого, у меня эта приправа. К сожалению, она не прозрачная, чтобы вам показать, что там есть. Здесь тоже у меня кардамон. Потом у меня перец. Причем именно перец разноцветный. Он и белый, и красный, и чуть-чуть черного, по-моему, там тоже есть. И также здесь есть лаванда. Да-да, не удивляйтесь, именно лаванда. Все думают, наверное, что это только цветочки. На самом деле французы также ее используют в кухне. И если вы используете именно только что, не в варке, не в каких-то, а вот именно только что перед едой вы себе добавили, это просто такой аромат, просто не передать словами. Так что попробуйте. И вот такие вот наборы я себе делаю. Что же я еще часто использую, это, конечно же, корица. Не только в сладких блюдах. Очень многие ошибочно думают, что это только для сладких блюд. Нет, попробуйте чуть-чуть добавить в какой-нибудь соус. Попробуйте, допустим, когда вы готовите какие-то блюда с фаршем. Просто обалденная вещь. Очень советую. Я очень часто добавляю практически везде. Дальше, что еще? Ну, здесь у меня куркума. Ну что ж, на этом все. Большое вам спасибо за внимание. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то ставьте мне лайки. Обязательно оставляйте свои комментарии внизу. Я очень люблю их читать и, конечно же, на них отвечать. Ну и делитесь своими секретами, что вы используете в пище, что вам нравится. Еще раз спасибо за внимание. И я говорю вам до следующих встреч. Всем пока!